Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжаем изучать сопутствующие к нему инструменты, которые нам могут понадобиться при работе непосредственно со Spring, но и не только. Сегодня мы поговорим о базе данных. Сидел я, значит, и стало мне интересно, какие базы данных популярны сегодня. Топ, датабейс, и поехали. Вот я зашел на эту страничку, и что я вижу? Что я вижу? Что я вижу? А вижу я следующее. В ТОП-10 у нас сидят в основном реляционные базы данных. Реляционные базы данных. И раз, два, три, и всего лишь три базы нереаляционного типа. И всего лишь три базы нереаляционного типа. И во втором десятке уже ситуация немного исправляется. Но в целом, в целом, у нас идет доминация, естественно, реляционных баз данных. Так, почему я вообще решил заговорить о других баз данных и другого типа? Смотрите, если вы узнаете синтаксис любой-любой реляционной базы данных, в принципе, вам не составит большого труда взять и пересесть на другую базу данных. Естественно, со стороны клиента я это рассматриваю. Со стороны администратора базы данных MySQL или Oracle или Postgres, они будут отличаться. И когда вы будете на производстве решать, какую базу данных, это тоже все будет отличаться. Но, когда вы будете писать непосредственно код, и когда вы пишете код на каком-нибудь, используя хайберный, да, или JPQL, то есть, либо HQL, либо JPQL, то есть, вы используете некий-некий язык над этими языками, которые используются непосредственно в Oracle, MySQL, то есть, вы используете некий общий язык. То есть, как клиент, для вас код вообще, получается, ничем не отличается. Что вы используете MySQL или что вы используете Postgres, разницы не будет никакой. А вот если вы задумаете использовать принципиально другую базу данных, другого типа, там будет код отличаться. Именно по этой причине я и заодно решил, помимо того, чтобы познакомиться с другой базой данных, познакомиться с другой архитектурой, как хранить можно еще данные. И решил посмотреть хотя бы, что у нас сидит в топ-10, и посмотреть их. То есть, Монго мы уже разбирали, и более-менее слабо, но имеем хоть какое-то представление, что это, как хранятся документы, и как сделать выборку из них. Понятно, что поорганизовать какой-нибудь большой кластер, это придется помучиться. Лично я вот не знаю, как это сделать. Но с точки зрения как клиента, как клиента к написанию кода, в принципе, ну, мы уже можем это сделать. Теперь у нас остался Redis и Elastic. Redis и Elastic. Вот, в принципе, я их хочу рассмотреть, и еще хочу рассмотреть, то есть это у нас, Redis это некая Cavalier, а Elastic это какой-то search engine, то есть какое-то что-то связанное с поиском, получается. Не знаю еще, что это толком. И еще я хочу разобрать еще один тип, это графовое, то есть Neo4j. Neo4j. Вот этот White Column, я рассматривать, по крайней мере, в ближайшее время точно не собираюсь. Вот, сейчас я хочу Redis, Neo и Elastic. То есть они популярные, они отличаются. То есть есть смысл их какой-то разобрать, хотя бы познакомиться с некими возможностями. Почему я не хочу, какой вот White Column, White Column, это, например, Кассандра, да? Если мы зайдем в Википедию, то увидим, что это было разработано в Фейсбуке. А Фейсбук это что такое? Это просто огромная база данных. Там просто, вот смотрите, крупнейший класс серверов, 400 машин. Это в 2011 году. То есть это просто невероятное количество данных. Но фирм, которые работают с таким количеством данных, не так уж и много на самом-то деле. Большинство из нас, не знаю, наверное, пару десятков тысяч в среднем. Хотя я даже и не знаю, наверное, сколько в среднем базы данных на среднем предприятии. Ну, мне кажется, пару десятков тысяч, не более. то есть если мы возьмем какой-нибудь стандартный магазин, стандартный магазин, и если он специализирован, а не по типу Озона, где все продается, то там, ну, да не будет десяти тысяч наименований даже. Там, если тысяча, то наименований найдется уже хорошо. То есть я к чему? Что вот эта база данных Кассандра, вы ее будете использовать только если вы будете реально на больших предприятиях. что, скажем так, суждено не каждому. Большинство из нас будет с другими базами работать. Их, поэтому, поэтому нужно разбирать в первую очередь их. И в частности какую-нибудь вот эту реляционную базу данных и какие-нибудь какие-нибудь еще с другой моделью, с другой моделью. Здесь, кстати, написано мультимодуль, мультимодуль, мультимодуль. Документ store, граф store. О, у них есть какие-то. Ой, ничего себе, я не знал. То есть в MySQL может еще документы хранить. Oracle. Документы. Документы, это значит, вот как Монго. Ага. А, редис может как граффер, search engine. Ладно. но основная все равно это реляционная. Так, выяснили, да? Цель, вот, посмотрите, а у меня, значит, Redis, Elastic и Neo в ближайшее время. Не знаю, правда, насколько это будет в ближайшее время, но сегодня точно посмотрим Redis. Что такое Redis? это значит, у нас база данных, база данных, ноу-сквельная, ключ, значение, ключ, значение. Можно думать, вот таким образом, что это какая-то большая внешняя структура данных, которая хранится отдельно на сервере. одна большая хэш-мапа. Одна большая хэш-мапа. То есть, наши хэш-мапы как хранятся? У них value у них как? Мы привязываем к какому-то уникальному ключу хэшу, да? И связываем с каким-то значением. Значение может список, может объект, может быть супер большой объект там с большим количеством вложенностей и так далее. А может быть просто обычный простой объект типа стринги, может число, все что угодно, так? И вот здесь, в принципе, то же самое. Resys можно рассматривать как одну большую хэш-мапу, которая хранится у нас отдельно на сервере. Но работает она очень быстро. И, собственно, наверное, по этой причине, по этой причине за счет скорости, скорости на атомарных операциях, на атомарных операциях, то есть 100 тысяч правда здесь времени не указано, но я предполагаю в секунду должно быть. 100 тысяч в секунду. здесь я не вижу. Ладно. Смысл в том, что работает это очень быстро, очень быстро. Очень быстро. Здесь еще какие есть особенности? Во-первых, это еще, как мы видим, как мы видим, вот здесь, вот Redis предоставляет еще другие возможности. в частности, он предоставляет возможность обмена сообщениями в шаблон издатель-подписчик. Так? И еще одна особенность, которую я хотел бы сказать, и для меня она является актуальной, поскольку я сижу на Windows, официальной поддержки для сборки Windows нет. Но есть некие опции, как вы можете все равно поднять поднять сервер. И, собственно, как это можно делать? У кого Linux и Max просто идет на официальный сайт и скачивает, вот там проблем у них никаких не будет. Один из вариантов, один из вариантов Redis, один из вариантов Redis, вот я нашел. То есть ссылку я вам оставлю. Это под Windows. Версия, правда, старовата. Наверное, можно найти какой-то более новый вариант, более новый вариант. Но меня устроит и этот. Главное, он рабочий, и этого достаточно. Все же я тут рассматривать буду некие основы и смотреть как клиент, как клиент, а не как администратор базы данных. И даже не как все это сделать для продакшена. Значит, так. То есть, идем, скачиваем. Ссылку оставлю, если вам нужно будет. Вот. Раскрывируем. Вот такая у вас папочка появится. Нам нужно, нам нужно будет запустить вот ready-service. Redis ready-server ready-server запускаем. И все. Наш сервер поднялся. На порту 6379. Это дефолтный порт. Дефолтный порт. Если вы хотите его изменить, идем в конв и вот здесь, вот здесь вот мы можем, мы можем, подправить. ну, если вам хочется. Теперь нам нужен, скажем так, некий клиент. Для этого мы открываем второе диалоговое окно и запускаем Redis Cli. И вот, вот наш некий, некий клиент. То есть, вот наш сервис, вот наш клиент. Чтобы проверить, что у нас все работает, можно выполнить команду ping. Вуаля, все готово. То есть, нам ответил сервер. Теперь, что можно сделать? Можно, можно создать какую-нибудь простую структуру данных, какой-нибудь хэш. допустим, хэш, сет, например, юзер, дима, и связать с каким-нибудь значением, с каким-нибудь значением, например, дима не вон. так, так, что я опять неправильно сделал? Непонятно. Когда мы не знаем, что, мы можем help и посмотреть hset. Поле значения. А, понял. Вспомнил. hset, hset, это, смотрите, здесь какой-то, какой-то, какой-то хэш, какой-то хэш, который объединяет в себе, объединяет в себе группу, 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 кей-вэлю. То есть, hset, допустим, юзер, дима, и, допустим, name, дима, нема. И, вставилась одна запись. Вставилась одна запись. Теперь, hget, юзер, дима, вот это вот юзер двоиточие дима, это, это просто вопрос удобства. Здесь можно написать было все, что угодно. То есть, это никакой не специальный синтексис. Окей. И взять я хочу, например, name. Name, name, name. То есть, и вот мне вернулось значение. Или, например, если я хочу, если я хочу множество, множество значений присвоить, я, например, могу воспользоваться значением mhset, если я правильно понял. Ага, такой нет, значит, функции. Такая. Так, здесь множество значений. Ладно. то есть, общая идея, что мы, мы, мы берем, устанавливаем ключ и устанавливаем значение. Устанавливаем ключ и устанавливаем значение. Вот это хешсет, скажем так, связано с каким-то хешом, с неким объектом, который в себя будет включать другие пару KVL. Если вам нужен простой вариант, простой вариант, вы можете просто set, допустим, Dima Neman. И вот, я установил, значит, простую запись, простую запись Dima, ключ с Dima и к нему я привязал, привязал значение Neman. То есть, я могу get Dima. Вот мне вернулся Neman. То есть, прошу обратить, что возвращается в кавычках. Что это значит? Данные хранятся как строки. То есть, нет никаких специальных типов. Единственное, типы, которые это можно, можно с целочисленными, с целочисленными, давайте я перепишу значения, допустим, вот один, с целочисленными значениями работать. И там есть даже некие, некие простые функции, по типу, например, инкрементация Dima. и то есть, сейчас я могу 2. И опять вернулась как строка. А вот если я, допустим, 1,1 вот так верну и попробую снова сделать инкрементацию, то у меня будет уже ошибка. То есть, я хочу сказать, что Redis работает в первую очередь со строками. И мы данные храним как строки. Поэтому, когда мы будем работать со строками, нам нужно будет создавать дополнительный объект, который умеет делать преобразование. То есть, нам нужен какой-то конвертер, когда мы будем пытаться сохранить объекты. Когда мы будем стрингу сохранять, там все просто. А когда объект какой-нибудь, нам нужно его преобразовать в формат строки. Обычно преобразовывают в формат JSON. То есть, мы напишем некий конвертер, который у нас преобразует объект в JSON. Формат JSON. Ладно. Вот это, скажем так, некое знакомство. Некое знакомство. Кстати, интересно, есть функция дель. Есть, значит, дель дима. Удалю я диму. В принципе, можно тут хранить списки, множество хранить. Для них есть даже отдельные функции. отдельные функции. Отдельные функции. Ладно, о них я, пожалуй, говорить все же не буду. Кого тема это заинтересовала и хочется сперва поработать именно с таким нативным представлением, то есть, как непосредственно команды в базу данных выполняются, то пускай посидит и посмотрит, почитает документацию и поработает с сервером. Я просто показал, как это примерно может выглядеть в базе данных. Теперь, 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 я хочу создать простой проект. Давайте создадим простой проект. сделаем мы его на реактивной платформе, на реактивной платформе, можно сделать и было на обычной, но я хочу именно на реактивном, то есть, мы будем работать с JSON-ом, с JSON-ом. Угу. Так, поэтому таймлиф мне не нужен, это мне тоже не нужно, и мне нужен реактивный редис, реактивный редис. То есть, вот видите, здесь Neo, Neo, правда, нет реактивного Neo, это плохо, а Elastic, Elastic, тоже нет реактивного, это тоже плохо. Ладно, я вот почему еще решил Elastic и Neo, потому что они вот здесь входят в некий стандартный пакет, в некий стандартный пакет, и они отличаются кучбать, кучбэйс, правильно, кучбэйс, короче, куча, куча, куча мала, она у нас документная, если я правильно запомнил, поэтому, да, она документная, документная, то есть, она будет схожа, но, схожа с этим, с Монго, хоть каким-то образом, хоть каким-то образом, поэтому я вот решил Redis и Elastic и Neo. Окей, А, вот это соло, интересно, что такое? А, это Search Engine, Search Engine. Окей, ладненько, не будем больше, уже 20 минут, пора переходить непосредственно к коду. Ламбук, реактив, Redis. Все. И, значит, создаем наш простой проект. так, давайте начнем, давайте начнем, и начнем мы с модели. начнем мы с модели. Я буду, создам language, то есть, тот самый language, который я уже эксплуатировал множество раз для исследования различных возможностей, и сегодня мы тоже поговорим именно о нем. Поехали. Значит, private string id private string name private string author и, пожалуй, хватит. помечаем аннотацией id и пользуемся нашим любимым ламбуком. Пишем, что это у нас дата, пишем no ars argument all 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 и, пожалуй, наверное, это хватит. Наверное, пожалуй, это хватит. Что здесь важно, важно сказать? Вот этот id мы будем должны формировать сами. Это не революционная база данных, где есть какой-то инкрементатор, да, в революционных базах данных у нас есть инкрементатор. или у Mongo. Mongo там тоже есть какой-то инкрементатор, но там не инкрементатор, там присваивается специальный id, который формируется на основе некоторых данных о системе, о времени, то есть какой-то составной ключ формируется, который уникален. который уникален. И здесь нам тоже нужно будет сформировать вот этот составной ключ своими руками, а не сформировать, не сформировать. И потом мы заполним имя и пароль, то есть это некая простая модель. ОК. Теперь нам нужно с этой моделью каким-то образом работать. К сожалению, к сожалению, реактивного репозитория для Reddice нет. Для Reddice нет. То есть у нас есть реактивная Монго, давайте я попробую. LAM RIPO LAM RIPO ОК. И здесь я экстенджусь от от реактив реактив то есть именно репозитория именно репозитория нету 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 то есть именно отдельного под Reddice под Reddice нету 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 ну нету поэтому здесь вот если я посмотрел предварительные примеры здесь работают через template некий специальный template некий специальный template поэтому мы репозитория оставим но просто сделаем его классом сделаем его классом и чуть позже его заполнил сперва нам нужен создать template создать соединение с базой данных для этого значит мы идем в Reddice главный класс и здесь я пропишу основные настройки не хочу поскольку у нас это же составная аннотация она включает в себя configuration я здесь могу соответственно создать бины и описать описать все мне необходимое а не создавать отдельный файл конфигурации итак первое что можно сделать первое что можно сделать это создать скажем так некую некую фактор некую фактор реактив реактив Reddice Connection Factory в принципе ее прописывать не обязательно но я хочу просто показать откуда откуда все это дело растет и здесь мы возвращаем возвращаем в new есть немного странное название вот Reddice Connection Factory Reddice Connection Factory где мы указываем хост 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 и порт если вы используете дефолт 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 то вот этот бин создавать необязательно Spring Boot он его создает за вас окей ну я вот решил просто показать допустим если вы будете использовать внешний 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 или другой порт как это можно было бы это дело пофиксить сделали теперь нам нужен теплейт который данный фэктор будет использовать то есть нам нужен еще один бин давайте создавать еще бин но это не простой бин он должен он должен будет у нас уметь конвертировать еще раз повторю что мон ой какой мон Reddice хранит как строки как строки значения поэтому нам нужен некий конвертатор reactive Reddice Reddice template и здесь видите k-value да k-value то есть у нас значение значение я напомню так я закрыл стринга стринга string а value будет some language some language и знаете Reddice template и здесь еще помечают например словом json то есть у вас вот этих template вот этих конвертеров может быть несколько может быть несколько поскольку вы у вас одна база данных вы можете в ней хранить несколько значений разного типа и вам нужно будет описать для каждого преобразования для каждого преобразования свой конвертер свой template свой template то есть каким образом вы взаимодействуете сюда мы сюда мы значит инжектим инжектим нашу factory нашу factory то есть reactive radis connection factory так давайте принимаем 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 и теперь нам нужно описать некую некую сериализацию некоторую некоторую сериализацию то есть некую конвертацию пишем radis вот сразу подсказка radis serialization context и здесь мы указываем string и language лэнгвич сериализацию контекст назову и пользуемся radis вот этим вот то что нам подсказка сразу была то что нам была сразу подсказка вот radis serialization context и стринги в language new serialization context и здесь мы можем передать специальный объект new string вот опять нам idea помогает это здорово так неправильно вот так я люблю делать и здесь мы указываем хэшкей 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 это скажем так некий ключ который будет собирать с себя всю коллекцию всю коллекцию хэшкей 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 и здесь мы пишем снова new string ready serializer и хэшвэлю 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 а вот здесь я уже говорил что мы объекты будем хранить в виде джейсона и здесь мы воспользуемся библиотекой джексон 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 джейсон и и так нам нужно нам нужно указать вот здесь класс language класс так наш конвертер мы описали наш конвертер мы описали теперь нужно вернуть сам template сам template пишем return new reactive ready template и здесь мы передаем нашу factory нашу factory нашу factory да и затем мы передаем наш наш контекст который будет это дело сервизировать повторюсь для каждого типа для каждого типа вам нужно будет описать вам нужно будет описать свой 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 бил свой бил и так вот у нас есть первый первый конвертер который связан сразу с темплейтом окей теперь я предлагаю я заморачиваться не будем поскольку уже 36 минут предлагаю сделать только только выборку только выборку только выборку запросы get только запросы get и чтобы не писать отдельный контроллер отдельный контроллер я предлагаю воспользоваться функциональным интерфейсом router functional и через него все это отдать то есть router function и здесь мы отдаем server response можно явно указать server response назову я например roots и здесь мы чтобы все в одном месте не плодить напишем здесь некую краткую версию например напишем language handler language handler language handler здесь мы пишем return сейчас будет понятно что я конкретно делаю return мы пользуемся статистическим методом root здесь мы описываем нет то есть пишем наш предикат допустим давайте по корневому каталогу по корневому каталогу у меня у меня будет вот что реагировать а по дополнительному то есть and root так надо все-таки заимпортить не подсказывает больше и труд снова нет здесь айди и здесь я снова воспользуюсь нашим хендлером которого пока нет и метод get окей 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 то есть вся обработка запроса ответа будет у меня в отдельном скажем неком неком сервисе который будет займется этим чтобы просто все в одном месте не городить а сделать ну хоть сколько-нибудь ну грамотно что ли так теперь давайте займемся нашим репозиторием нашим репозиторием то есть это у нас некий компонент некий компонент который в который мы внедряем внедряем некий некий наштемплейт некий наштемплейт наштемплейт reactive redis redis operations reactive redis operations string и и и и и и language и это у нас а template ой это не то а а а хочу 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 показать что это reactive redis operation делает reactive redis а а мне нужно просто redis operation или command то есть короче говоря это некий некий объект который сформирован на основе на основе темплейта а темплейта вот это темплейта на основе темплейта на основе темплейта который мы только что создали и с помощью него мы сможем сделать запросы запросы грамотно запросы базу данных чуть позже значит так напишем и будет чуть понятнее значит внедряем как обычно можно писать снова out of wire out of wire окей и теперь поехали описывать наши два основные метода это значит пишем public flux language у нас отдает find all потом берем наш темплейт и здесь мы используем ops операцию for хэша for хэша это то что я вам показывал в самом начале в самом начале показывал то есть некий некий общий хэш некий общий хэш и под него под него мы кладем ключи значения чуть позже чуть позже и я вам покажу как можно поработать с базой данных напрямую значит ops for хэш и find all мне соответственно нужно value и здесь я должен указать указать некий некий хэш некий некий хэш окей и пусть будет это будет ала 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 лангвич лангвич то есть будет хэш лангвич так чего он ругается мне здесь надо тип указать стринг отлично так это был метод методы файдов теперь нам нужен метод метод с помощью которого я файл байди на делать это у меня соответственно моно моно импорт нули моно дальше файд бай айди принимаем строковое значение они у нас айтишник это строчка риторн берем наш темплейт берем снова ops for хэш операция for хэша а для хэша берем значение они значение сейчас нам нужно взять конкретный ключ конкретный ключ конкретный ключ у нас ключ снова лангвич и вторым параметром мы передаем непосредственно айди так здесь опять нужно указать что подразумевается стринг лангвич отлично это наш скажем так репозиторий это наш репозиторий теперь нам нужен нам нужно создать а вот этот хендлер вот этот хендлер так давайте создадим отдельный хендлер который у нас тоже является ну по сути дела даже он является сервисом а нет он у нас тоже компонент некий компонент хотя нет он является сервисом сервисом в принципе между сервисом и компонентом нет никакой просто семантически когда вы видите сервисы уже знаете что это но что-то по обслуживанию чего-то так значит здесь мне нужно заинжектить наш репозиторий ланрипо ланрипо то есть мы разделили разделили в принципе можно было слить в данном случае хендлер и репозиторий но сделаем все же более правильно что ли то есть непосредственную работу с базой данных и тот кто работает с данными из базы данных нужно все же по разным классам согласно согласно принципу single responsibility то есть одиночной ответственности окей так мне нужен теперь конструктор конструктор и теперь здесь мне нужно описать вот этот минут минут пол и метод нет так отлично значит так только здесь у нас у только мы здесь моно мы здесь будем моно в принципе вот так вот можно сделать так ну здесь все просто в принципе нам в этот сервер реквест даже не нужен мы просто можем сразу формировать сервис респонс сервис респонс сервис респонс берем у него окей а body и в body мы пихаем пихаем наш так лан репозиторий find all и нужно указать что мы отдаем то есть мы отдаем language класс окей и схожие и схожие действия нужно сделать здесь то есть здесь у нас создается список здесь у нас вам будет завернуто некое конкретное значение допустим пишем снова return берем значит наш репозиторий find by id здесь мне нужно вот здесь нам мне нужно воспользоваться реквестом чтобы достать пах variable у меня id пах variable id дальше я просто делаю флотмап здесь у меня приходит language language и я просто дальше формирую формирую ответ то есть снова response окей и завертываю в body завертываю в body моно а так же моно джаз вот это то что пришло и мне также нужно указать опять тип language класс можно еще в принципе в принципе и даже правильнее было бы сделать это если у меня пустое пустое значение то есть можно например вернуть сервер а not found not found и просто build то есть а вот такой вот простой вариант вот такой вот простой вариант и теперь у меня данные методы работают последнее что нужно по идее сделать это нужно занести данные нужно занести как-то данные нужно занести данные а раз нужно занести данные то мне нужно здесь еще метод то есть я хочу делать презагрузку презагрузку соответственно мне нужно как называется метод сейф организовать метод сейф окей пишем значит паблик моно ой я не здесь пишу мне нужна препозитория так осталось немного в время 52 минуты паблик моно то есть когда мы сохраняем мы обычно возвращаем этот объект сейф и здесь принимаем language language так и и и и и и давайте сделаем по простому так темплейт возьмем снова мы пользуемся нашим ops for hash и здесь функция есть под то есть положили я думаю вы заметили что там есть еще под если отсутствует а положить все то есть можно несколько значений положить но мы описываем пока мы одно хотим положить и мы снова под под hash language то есть вот этот hash можно рассматривать как имя таблицы как имя таблицы в этой в революционных да в революционных и под него под него под него мы берем значит наш кладем ключ и значение значение будет непосредственно джейсоновское представление данного объекта но мы вам здесь просто передаем language джейсоновское потому что мы уже написали конвертер мы написали конвертер и здесь мне дальше дальше так во первых мне нужно снова написать что это string а language здесь подчеркивает найдена boolean найдена boolean найдена boolean boolean то есть мне возвращается то есть удачно или неудачно но я хочу вернуть значит сам объект сам объект то есть данный метод я могу еще использовать если напишу метод пост а метод пост что у нас обычно делают мы кладем объект и нам он возвращается поэтому здесь мы можем воспользоваться map в котором мы вернем непосредственно language то есть вот этот который пришел раз он у нас сохранился а здесь здесь в зависимости его значения здесь по идее нужно условия еще поставить что и то есть если у меня вставилось если сделок по типу ну как то в общем нужно какое то условие оставили да ладно я сделал пока вот так без всяких дополнительных проверок так этот метод мне нужен чтобы сделать при загрузку при загрузку я обычно делал через команд лайнер через команд лайнер так остался у нас последний шаг а последний шаг а бин а команд лайнер значит пишем там паблик а команд а команд а команд команд лайн рано команд лайнер здесь мы инжектим наш репозиторий и поехали ретан значит адс и описываем описываем то что мы хотим сделать а что мы хотим сделать мы мы хотим сделать сделать значит нашу загрузку мы хотим сделать загрузку 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 для этого мы создадим два или три объекта то есть один name auto давайте создадим пару объектов значит language language 1 new language здесь чтобы дать некий некий уникальный 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 ключ некий уникальный ключ и дальше имя например скала и и аутер адерске и повторим допустим java java gosling а а а эликсир валим окей теперь нужно нужно все это дело сохранить 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 и пользуемся нашим лан репозиторием лан репо сэй а а а лэнгвич 1 а а лан 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 then language repo save language free и subscribe, чтобы это дело у меня все выполнилось все выполнилось окей и в принципе поскольку это база данных база данных у меня не поскольку это база данных напоминаю, у меня не как это называется эта база данных у меня не в памяти и чтобы данный бин и данный пример я мог запускать эффективно множество раз мне нужен метод предварительно например delete all delete all вот так даже было бы правильно то есть сперва я давайте я его создам здесь мне нужно подправить здесь у меня mono boolean boolean, потому что нам redis возвращает boolean return пользуюсь темплейтом сразу здесь напишу string language беру ops for hash ops for hash delete 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 и я уже всех хочу удалить то есть мне соответственно нужно указать указать непосредственно ключ только ключ то есть у меня база будет создаваться каждый раз заново то есть когда я буду запускать данные данные то есть вот таким вот образом можно сделать вот таким вот образом можно сделать в принципе можно еще даже ввести логирование например slj4 давайте введем логирование чтобы было явно его здесь напишем log info ааа info log info и например аа а а а а и database ааа и здесь ааа ааа финиш ну чтобы совсем все было очевидно финиш так что же по идее все можно проверять можно проверять наши меда ты все как работает час три час три давайте поднимем надеюсь нигде не ошибся отлично вот ответ вот ответ вот этот айдишник которым нам возвращает вот этот лукой и то есть вот этот рада мой и вот здесь сработало а старт фил финиш фил и теперь мы еще можем взять по 10 и вот вернулась по конкретному айдис по конкретному ID. Так, теперь посмотрим в базе данных, в базе данных, какие команды мы можем выполнить в базе данных. Чтобы посмотреть, какие у нас ключи существуют, какие ключи существуют под хэшом language, мы всю нашу коллекцию собрали под ключом language. Так, напомню. Вот, мы всю нашу коллекцию собирали под хэшом language. Так, это не сюда, вот, language. Чтобы посмотреть, какие у меня есть ключи вообще, можно кейс набрать. Вот у меня есть какие ключи. Теперь я хочу посмотреть, то есть, вот language. Допустим, я хочу посмотреть ключи, которые есть, скажем так, в данном хэше, в данном хэше language. Допустим, h-case, h-case, то есть, хэш, хэш-кейс, хэш-кейс, и я пишу language. Здесь возвращается строковое значение, напоминаю, что все у нас в строке. И вот мои ключи, мои ключи. То есть, вот, когда я сохранял, сохранял, вот я вот здесь вот передавал ключ. Так, чтобы постучаться, чтобы постучаться к конкретному, конкретному, конкретный объект, конкретный объект, мне нужно воспользоваться h-get, взять вот этот общий хэш, то есть, вот этот хэш можно рассматривать, еще раз повторю, как название таблицы, которая объединяет в себе множество других полей. И мне нужно еще вставить ключ. И вот строковое представление данного объекта, а именно в формате JSON, потому что мы написали конвертер именно в данном формате. То есть, вот таким образом мы можем сохранять, сохранять наши объекты, базу данных. И вот таким образом они у нас хранятся в базе данных. Мы сохраняем их там как строки. То есть, нам нужно будет описывать некие преобразователи, то есть, некие конвертеры. Так, видео уже час семь, час семь. Длинное получилось, ужасно длинное. Но давайте основные моменты повторим. Во-первых, нам нужна factory. Ее можно не указывать, если у вас дефолтные настройки. Во-вторых, вам нужно описать некие преобразователи. Некие преобразователи. Которыми вы можете потом затем воспользоваться. То есть, в итоге у вас получается некий темплейт, некий темплейт, который знает, как преобразовывать и узнает, как стучаться. Так, теперь вам нужно писать... Ну, здесь мы контроллер описали, это ничего интересного. Здесь мы прелод описали, ничего интересного. Здесь модели тоже ничего интересного. Хендлеры тоже ничего интересного. Это мы просто, по сути дела, вынесли методы по преобразованию в ответ, чтобы просто не городить вот здесь вот множество всего. И можно еще вот здесь вот поговорить как репозиторий. Здесь, значит, мы внедряем наш темплейт, наш темплейт, у которого будет доступно Ops for Hesh. Ops for Hesh. И здесь мы используем соответствующие команды Values, то есть, получить все значения, которые лежат под хэшом Language. Или это можно было бы... Хотя нет, нет, нет. Неправильно аналогию давал. Вот этот хэш, да, хэш, это не... Это дай все данные таблицы, все записи в таблице, в революционных базах данных можно как бы. То есть, дай мне все данные, все записи, которые хранятся в конкретной таблице. И вот название таблицы там, например, было бы ловишь. И здесь то же самое можно сказать. То есть, мы под хэш, то есть, под хэш, да, мы взяли и связали большое количество записей, которые связываются внутри Language. То есть, вот это как будто бы ID-шник, а это как будто бы конкретное значение. Но именно через k-value. Через k-value. То есть, базу данных можно сохранять и без вот этого хэша, то есть, некого промежуточного слоя. То есть, можно, например, сразу вот так написать. Set Dima, то есть, Dima это ключ, а значение, допустим, Neman. И взять потом get Dima. То есть, можно, скажем так, на верхнем уровне. Но вы должны понимать, что вы тогда ограничены в количестве ключей. Поэтому мы используем, скажем так, как некий-некий общий ключ, некий общий ключ Language, под который мы кладем всю нашу основную коллекцию. То есть, мы работаем не с верхним уровнем, как вот здесь вот, Set Dima, а мы работаем как бы со вторым уровнем хэша. Ладно. Ладно, ладно, ладно. О, час десять. Предлагаю на этом закончить первого знакомства. С Redis'ом мы еще продолжим. С Redis'ом мы еще продолжим. Изучаем Spring. Изучаем инструменты, которые мы используем в Spring. See you next time. Продолжение следует...